Был участником чемпионата мира в 2011 году в Баку, но тогда он выбыл еще во втором бою нашим хорошим знакомым, Олег, думаю, ты как-то помнишь, британец Энтони О'Гогол. Ну, серьезно? Да, опять же, там матерский ринг, очень много знакомых лиц, в принципе, ребята, между собой. Знаешь, зараз так у Хитрова, так у Коко смыкнулась опла. Да, Хитрова хорошо должен его помнить, тоже, к сожалению. Ну, а на последнем чемпионате мира в 2013 году до полуфинала дошел Артем Чебатырев, где проиграл ирландцу Джейсону Квигли. Ну и, в принципе, на данный момент мы можем так сказать, и это будет правдой, что он является лидером сборной в России в весовой категории до 75. Вот он на ваших экранах. 186 сантиметров, вес 75,1 килограмма. Опять же, тут, если прислушаться, вы слышите, что у нас опять большая разница в росте. Денис Беринчик только что был ниже соперника на 10 сантиметров. Наш Митя ниже Чебатырева, опять же, по официальному сайту на 11 сантиметров. Ну, а вот во всемирной серии бокса у Чебатырева, конечно же, нету такого послужного, классного, как у Димы Митрофанова. Он дебютант в этом году, у него всего две победы, хотя вот первая его бой, конечно, закончился, я думаю, запомнили победой нокаута против поляков, опять же, в первом раунде. Ну, поляков очень легко сдала сборная Россия в группе Би, там без вариантов, на самом деле, было. И вот сейчас видите, как боксеры налаштовываются на этих двобей, интересный он будет, как не верти. Ну, есть также такое приятное перед началом боя, который нам надо выигрывать, что как раз вот на последней летней универсиаде Митя стал золотым. Вот, и как раз в четвертьфинале он побил Артема Чебатарева с общим счетом 2-1, опять же, счет говорит о многом, бей в кость, все очень равно. Но вот наша профессура в ринге в Москве, Дима Митрофанов, держим кулаки за него. Ну, просто доцент. Он уж пускается кулаки, да, не надо свои сдерживать. Всегда хладнокровный, спокойный и спокойный Дима Митрофанов начинает свой первый раунд против Артема Чебатарева. Ну, и мощным он вручает, так, у корпус, одразу. Мороз, опять же, скажем, официальный сайт СМИРНОЙ серии бокса пока не врет. Так, так оно и есть. 11 сантиметров, снова доведется долати эту дистанцию. Можете быть уверены, что Митрофанов в дещо в иншем стиле разрыватиме ее, на отличие от Беринчика. Так, он десь за ракуник маятника будет хитать оппонента и таким чином наближаться до него. Ну и удар у Митрофанова серьезно, насправді. Серьезно поставленный удар у Димы Митрофановой, что самое главное, он им здорово пользуется. Мало ударов, почему профессор? Мало ударов от Димы Митрофанова в молоко. Так, не Рубако, не Рубако він, він ось людина, яка таки, гроссмейстер. Ну и ось, звернуло увагу, что он переднюю рака облучает у Митрофанова. Ось он на дистанции, ось он зрит, ось он на ризнице. Просто напоровся на него Митрофанова. Майже не бив Чебутарев. Мінімальный рух. Зараз, до речі, від його джеба для нього багато, що залежитиме, насправді. В принципі, Митя сейчас може закрутить здорово, сделать счет 2-2, который нам сейчас очень нужно. И будет все решаться. У нас в тяжелом весе наш представитель страны Беларусь Сергей Корнеев у нас там сьогодні представлено, 191. Но до этого еще, конечно, Миті надо поработать в ринге, для того, чтобы сравнивать счет. Но мы к Митю верим. Не вычекуя, чи Бутарев, це помітно, а він не буде наглятати ситуацию. Він розуміє, що в першу чергу Митрофанов змушен идти вперед, аби дістатися. Тому гратиме, так би мовити, на чистых Чебутарев. Не дістає, дістає. Гарна, напряженний спортивно. Самое главное з першого раунда. Незмушен, незмушен, набагато активніше, ніж зазвичай працювати Митрофанов за корпусом, так? Е. Да і по корпусу до этого було. Не підпускає, пітається зробити все возможне Чебутарев, щоб не підпустити. Ну можна себе дозволити, так? Митрофанова. Точнее, Митрофанова, Митрофанова просто респект за тот бой, который он провел. Білся, боролся до последнего. Ну ось так, баш на баш, певним чином. Заходить, так, за ліву руку Митрофанов. Весь час через неї намагається атакувати. Є, первый раунд, 9-10. Можливо, це і зброя, так, заходити з супернику за спину. Да в принципі, Митрофанов серйозне оружію. Другий раунд. Перший виграв Дмитро Митрофанов. І кишина ми там слышимо в Москві. Напряженно, напряглись. Болельщики. Набагато емоцій не забувай. Віддали ще в попередньому. Супершоу встроил Беринчик. Знову по корпусу. Не можна, не можна давати дихати. Все правильно. Все правильно робить Митрофанов. Не зверніть. Ось на загальному плані помітнося різниця у зрості. У довжині рук. Класно працює Митрофанов зараз. Хоча десь і намагається навіть не відбити, відштовхнути суперника так росіянам. Класна робота корпусом. Ось ці нарки від Діми Митрофанова. Ми також звикли їх видіти. В принципі, роботу відмічника, будемо так говорити. Школи боксу. Дай Бог, щоб все складувалося у... Митрофанова в принципі в кар'єре. Також хотим напомнить, що в цю п'ятницю на телеканалі 2 плюс 2 прямой ефір матч-ответ. Украина-Россія. Атамані проти зборної команди Росії. В 19.00 в цю п'ятницю 4 апреля решиться все. Решиться, хто выйдет в полуфінал. Так, дуже будемо сподіватися. І на ці ве, черною звичайно на... Матчову зустріч у Донецьку. У нас, в тому часу, Митрофанов знову влучає. Ну, ось ця дистанція його. Ця дистанція його. Слід відпрацювати на ній поповні. Якщо вже суперник дозволив наблизитись, витиснути максимум, так би мовити. Півтори хвилини до завершення раунду. Митрофанов ховається за блоком наразі. А ось і Чебутарьов демонструє, на що здатим. Могочок намагався у Півату Митрофанову. Ну, і дистанція, Митрофанов дуже серйозно. Немного в молоко бьет соперник. Ну, через руку проходить дуже часто, насправді. Митрофанова, що там? Митрофанова, щось проблеми з Півницею. Стримировка. Да, дистанція Чебутарьова в цьому бою, звісно, дальня. На ось цьому джебі. Настільки дальня, що він зі свого кута таке враження боксувати може, на виходичі. Реально, різниця дуже суттєва. Така ж дорожча суттєва і у Тищенка з Корнеєв. Ну, да, це у нас впереди ще один супер бой. Це Євгений Тищенко і Сергій Корнеєв. Супер, тяжелом весі. Ну, а пока у нас Дима Митрофанов против Артюма Чебутарєва. Ребята вже встречались. Митрофанов выиграл. Це було в Казани совсем недавно, там, де Митрофанов стал золотим. Ну, дуже здорово. Ось це робота корпусом. От Митрофанова, хороший второй раунд. Побачимо. Ну, активний Чебутарєв в второму раунді. Не будемо забувати, теж досвідчений хлопчина, так. Десь, можливо, він призвичається до Дмитра Митрофанова. Ну, принаймні, так, стриженки манівцями до його захисту. А точніше, саме як його оминути. Він на масло. Ось. Ну, це, так, ну, це режиссер. Ало було? Було. Було. Вопросов нет. Відели, говорили, ми про эту двойку в начале раунда. Два нерочика потом. А вот навстречу, опять же, не ты докрутил чуть-чуть кулак. Митрофанов не було. Расстояние було дуже маленьке для этого. Ну, що, тільки одну атаку увидели? Угу. Ось так. Рівність. Рівність за очками. Раунд три. Збаром розпочнеться. Опять же, напомним, очень нужна нам эта победа. Потому что на данный момент мы проигрываем 2-1. Хасанбой Дусматов, його победа. Пораження Николая Буценко і Дениса Беринчику. Ближу, ближу, ближу. Ближу, ближу. 2-1 в пользу русской команды. Попал! Переживод! 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 Попал! Дима, а такова работа! Да, никто не обещал легкий бой никому из боксеров. Про это говорил нам в учене сегодня, если вы смотрели с самого начала, и Василий Ломаченко. Ну, все разумеют, что такая российская школа бокса, но как на ВРТ, она у них красотня, а она дуже схожа на нашу, по сути, так, тренуется, так, за одни, те самые, на тадышку. Зрелого, да, будем так говорить, взрослого, тренера, это вообще одна школа, можем так сказать. Да, есть, да, слева через руку на сантиметра два, да, такое впечатление, что опустил Чеботарёв эту переднюю свою руку. И снова паркот теперь уже проходит. Почаще Ботарёв намагается ответить, но пометно, что вот на этой дистанции он себя не на то комфортно почувает, когда в притул так дыхает ему в кадык в метрофанах. Тут же еще Ботарёва виникают, певные проблемы. Разумеется, 8 метрофанов, поэтому не дозволяю сопернику занадто далеко от себя отходить, где-то притримать, где-то притиснуть, где-то повисеть. Заводим! Заводим! Близо! 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 Заводим! Заводим! Вяжет, вяжет очень здорово вяжет Артём Чеботарёв! Снизу пробивает Митрофанов, но тут надо зарабатывать и очки, надо идти вперед и пробивать Диме Митрофанова. Но опять же, наверное, самый сложный бой у Митрофанова был как раз в полуфинале, опять же, против того Майкла Тавареса. Когда опять же мы выиграли тогда в Киеве, тоже этот бой сразу вспоминается, потому что Митя и в этом-то сезоне успел отоварить Тавареса, но в этом сезоне он просто разбил соперника, а вот тогда в полуфинале там было очень все жестоко. Поэтому мы знаем, что Дима Митрофанов может вырвать и в пятом раунде, это я к тому, что сейчас по раундам счет 1-1. Украина, Украина, слышим! Есть наши? Мы уже начинаем, Митрофанов, десь пресувати больше в корпус. Побачим, насколько важко наразе дыхать, тому суперник. Да и соперник сблизился в этом раунде. Ну, а это, до речи, означает, что десь раховать это важнее будет, так? Не все удары там помидят. Чистое лицо у Димы Митрофанова. Это самое интересное, вот эта работа, ну тут в ухо досталось. Митрофанова, вот тут посмотрите, как ныряет от руки. Митрофанова, ну вот в корпус, одразу. Чекаем. Ну куда? Ну, Шанов. Так как раз ты знаешь, когда так считают, не сильно и Шанов не значит. Четвертый раунд. Четвертый раунд. Да, там хоть и проигрывает Митин. Будем так говорить, в один удар, да? Два раунда. Ну, ждем сейчас. Включится Дима Митрофанова, хотя, ну нельзя сказать, что он был каким-то инертным первые три раунда. Значит, надо добавлять. Значит, надо намного жестче работать с соперником, раз так считают. Надо убедительнее быть. Ну, можно навыкнуть жестокий, что так. Да, и умеет это делать Дима. Ну, это, про что мы говорим. Ось в этих клинчах раховать чистые удары – это очень важно. Еще про украинцев. Сегодня во встрече четвертый раунд, а также Германия-Казахстан. Принимал участие наш Сережа Деревянченко. Ну, и он там 45-50 выиграл своего соперника. Ну, и на данный момент номер один. В весе 75. Имена украинец Сергей Деревянченко, ну, который выступает за команду из Казахстана. Так, цикаво было туда четыре атака украинских атаманов. Ну, также очень интересно посмотреть на другие две команды, также четвертьфиналисты. Это в это воскресенье на телеканале 2 плюс 2 четвертьфинальная встреча также кубинской школы бокса и американской. В воскресенье, 6 апреля, 14.00, телеканал 2 плюс 2. Мы вас ждем, чтобы насладиться этим вечером бокса. Пока наслаждаемся, но очень сложным, будем так говорить, вечером бокса из Москвы, где команда из России принимает украинских атаманов. В ринге Дмитрий Митрофанов против Артема Чеботарева. Пока мы проиграем по версии арбитров. Причем еще в молоко починает отдать счастье, что это Чеботарев. Ну, значит, скоро будет тяжело дышать. Потому что навстречу там и Митрофанов-то начинает пробивать. Здорово ныряет. Чуть-чуть с опущенными руками Митрофанов начинает боксировать. Опасненько, так скажем. Но вот рефери тоже заметил эту работу головой соперника, который выше на 11 сантиметров Митрофанова. Оказывается, его голова под подбородком. Опять же предупреждаю, что надо держать голову выше. Попадает джебом Митрофанов, обрабатывает и бока соперника. Татана Аперкотус в этом клінче зашел. Тут нет. Но с дистанцией все. Все, понятно. Митрофанов понимает, как ее развивать. Чеботарев не знает, как ее выдержать. И поэтому он не может убить в ухо, в ухо, в подбородке. Снизу достает Митрофанов. 10 секунд рефери разнимает. Тут попадает опять же слева, но опять же в ухо. Там навстречу и правой рукой прошел от Митрофанова. Но этот раунд уж... Ну так, будьте любезны, посчитайте. Тут запорочно. Единственное, что пока у нас перерыв между раундами. Хочется быстро напомнить, что в следующую пятницу ребята, которые выйдут в ринг против русской команды. Это визурубек Латипов, Павел Ищенко, Тарас Головащенко, Александр Хижняк, Егор Плевака и Тайбрейкер. Мать смерти мы это тоже называем. Это наш Александр Гонзуля. Вот эта пятерка, а может и шестерка ребят, которые может придется действительно и Гонзуле выходить в ринг, будут отстаивать то, что украинские атаманы имеют право и должны боксировать в полуфинале. Это что касается следующей пятницы. Но тут еще у нас незаконченное дело в Москве. Ну побачим. Ну да ну ё, ну и чё вырахует? Ну серьезно, ну за чё? Два влучанья у раунда и 10-9 на користь. Может по повторам там считают? Ну у меня такое вражение дейсно, что они звертают увагу, так, на повторы, а там же режиссеры русские, ну в принципе это нормальная практика насправді, в першу чергу показывать своих, так? Так, ось это неприятно, дуже. Ось это неприятно. Ну и так же, так, анонсируя опять же быстренько следующий вечер, который будет в пятницу, как раз Тарас Головащенко встречается с Александром Беспутиным. А, так и Евгений. Беспутин едет в Украину. На Украину. Две минуты. Хотя, ты знаешь, наверное, тут, чтобы посчитали победу Митрофанова, тут надо нокдаун, нокаут. О, тут Лучев. Чуть-чуть на ногах перестал работать Митрофанов. Заряжается на этот последний удар. Он понимает, что это его может спасти, спасти в принципе весь этот бой для Димы Митрофанова. Поэтому, я так понял, решил, да и надо заканчивать досрочно. Да и вечер. Чего уже там? Минутка, минутка остается Дима, но надо разочек вклеить соперника здесь. Важно все это сделать. Важно все это сделать, потому что... Ну да, в принципе, защита, опять же, ничего не можем сказать плохого про Чеботарева. Так, ну, действительно классно будет. Защита. Знаю, что делать у Ринзе, так, но вот много он не пропускал. Ну, не аж никак не надается 9 на свою пользу. Да, победа во всех раундах. Вставляет много вопросов. 30 секунд этого четвертого боя. Напомню, 2-1 мы пока проигрываем в Москве. И последние 20 секунд боя Митрофанов-Чеботарев. Да, обнимается последние секунды Чеботарев. Также пытается не пускать Митрофанова ни на какую уже позицию. Ни на расстояние. Вообще не может быть речи. Пошел в размину. Кажется, первый раз Чеботарев за весь бой. Так, неприемная ситуация на Справеде зараскладается. Дуже неприемная. Диво насталося, так. Да и тяжелая, в принципе, ситуация. Но давайте дождемся решения судей. Да, до этого мы проигрывали 2-1. Ну, ось пропустил. Таких пропусков, насправді, у него было дуже багато. Ну, якщо так подверто подивитись на речи, называтися своими именами. А два останні раунда Чеботарев взагалі. Лише думав про те, як бы подовше повысити на Митрофанове. Да, опять же, третий раунд, наверное. Вообще непонятно, как посчитали. Да и после этого продолжили. Так считать, может быть. То, чтобы Митрофанов выиграл только в одном раунде, ну, честно, смешно. Ну, понятно. Понятно. Так, десно. Победу одержав. Ну, а мы идемо на коротенку рекламу. Не перемикайтесь.